Больше 30 проводников и начальников поезда Карагандажа с Казган могут остаться без работы. Причина в том, что компания пассажирские перевозки проиграла тендер на обслуживание маршрута. Лишь месяц назад она громко презентовала новые вагоны 2023 года выпуска, которые должны были обслуживать этот маршрут. Что будет с проводниками и в каких условиях будут ездить теперь пассажиры, выясняла Людмила Батюшкина. Я подозреваю сговор. Конечно. Конечно, это понятно сразу. С новыми вагонами как можно проиграть тендер. Проводники, которые от 20 до 30 лет отработали на рейсах Карагандажа с Казган, возмущены. Пока неофициально, но их предупредили, что их работодатель о пассажирской перевозке провалил тендер на обслуживание маршрута. Выиграла его частная компания. Мало того, представитель этой компании уже приходил на предприятие, тоже неофициально, и предлагал проводникам перейти работать к нему. Мы работу все потеряем. Нам дадут выбор или идти частнику, или сокращение. В данный момент у нас технический парк, он уже давно оснащен со всеми, и ремонт, и вагонов делает. Также у нас сейчас недавно привезли, месяц назад новые вагоны привезли, 23-го года. Как мы могли проиграть, например, этот тендер? У нас есть технический парк, есть проводники, специалисты, в общем, ну, специалисты любого, как говорится, ранга, любого, это, ну, технические, технические грамотные люди. А почему-то отдали кому-то неизвестно кому, у которых даже ничего нет, своей базы нет, у них даже людей нет. Месяц назад дали новые вагоны. Все пассажиры радуются, все довольны, все на кнопочках, все, климат-контроль везде, все работает. А сейчас все, проиграли в вагоны, все, этот состав не будет ходить. Как получается? Мы же работаем для народа, для пассажиров. У нас цены на билеты ниже, чем у частников. Они уже переманивают, они уже переманивают. Но там зарплата в два раза меньше. Мы поэтому не хотим. У нас как бы государственное предприятие, у нас и премии все платятся, и больничные, и отпускные, и все. А там ничего этого нет. Поэтому мы к частникам категорически не хотим. Это влияет на пенсию. И на пенсию, и на все, у нас у всех дети, у всех семьи. Конкурс на обслуживание маршрута Караганда-Жесказган проводило Министерство транспорта. Там объяснили, что провести его пришлось из-за разделения областей. Направление Караганда-Жесказган социально значимое. Раньше его субсидировал бюджет Карагандинской области. Теперь маршрут стал межобластным, и субсидии будет выделять Министерство. Поэтому заверили, что цены на билеты повышаться не будут. Ввиду некачественного составления пакета документов, пассажирские перевозки, заявка пассажирских перевозок была отклонена. И, соответственно, победителем был определен ТО «Промо Плюс». Частная компания. Опять же скажу, что это все в соответствии с установленным порядком. Все вагоны, они подтверждают в соответствии с требованиями, они проходят все, то есть они предоставляют документы, паспорта и подтверждение прохождения всех соответствующих ремонтов. На все направления поездов билеты продают за 45 дней, и только на Жесказганский поезд продажи открываются всего на несколько дней вперед. Даже руководство филиала не знает, что происходит. В головном офисе АО «Пассажирские перевозки» подтвердили, что обслуживать рейсы на Жесказган больше не будут. В настоящий момент АО «Пассажирские перевозки» совместно с Комитетом транспорта Министерства транспорта Республики Казахстан проводится работа по сохранению уровня заработной платы персоналу с установленным окладом согласно утвержденному штатному расписанию и обеспечению социального пакета работникам при переходе к частному перевозчику ТО «Промо Плюс». Вопрос решается положительно. Новенькие вагоны с рейса Карагандажа с Казган изымут, поэтому пассажиры радовались недолго. Теперь им придется садиться вновь на старые вагоны.